Священный остров коренных народов Севера Вайгач в свое время охраняли от вторжения чужеземцев. Сегодня здесь предлагается развивать устойчивый туризм. Он предполагает возможность создания долгосрочных условий для развития как собственного туризма, так и сохранения природных ресурсов, социальных и культурных ценностей местных жителей. О развитии туризма на острове Вайгач сегодня шла речь на семинарии с участием представителей коренных малочисленных народов Севера, Всемирного фонда природы и экспертов из Москвы. «Туризм, это все равно, вот он происходит, как с ним работать? Потому что если бросить все на самотек, то мы можем получить кучу негативных, большой набор негативных последствий». Чтобы избежать негативных последствий от визита любопытных туристов, руководитель Баринс отделения Всемирного фонда дикой природы Олег Суткатис предлагает взять эту ситуацию под контроль и рассмотреть варианты развития на острове Вайгач устойчивого туризма, который позволил бы сохранить объекты культурного наследия и природу острова, при этом удовлетворив потребности современных туристов. «Сейчас Вайгач испытывает определенную рекреационную нагрузку, потому что люди интересуются, получают больше информации, и очень многие хотят посетить это место. И нам очень важно, с одной стороны, и сохранить этот остров, потому что рекреационная деятельность – это тоже хозяйственная деятельность, которая может наносить определенный вред. И вот задача наша – совместить и рекреацию, и чтобы природа осталась в том виде, в котором мы сейчас имеем». Свои предложения по развитию устойчивого туризма на острове Вайгач сегодня представили московские эксперты. Среди них Евгения Филиппова, специалист по организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. «Туризм на острове Вайгач имеет своей целью и социально-экономическое развитие региона. Как любой правильный, устойчивый, хорошо организованный туризм, он должен приводить к влечению благосостояния местного населения, к повышению уровня их жизни. И поэтому мы рассмотрим разные варианты, как можно привлечь население к развитию туризма на острове». Еще одна презентация, представленная на семинаре, была посвящена развитию круизного туризма на острове Вайгач, островах и материковой части Печорского и Карского морей. Это современное направление, которое сейчас очень активно развивается в Арктике. «Остров Вайгач имеет очень хорошее географическое положение, находится на Северном морском пути. И в ближайшие годы прогнозируется активизация туристических потоков именно по Северному ледовитому океану. И поэтому остров Вайгач здесь со своими уникальными особенностями для туристов. Потому что на Вайгаче действительно есть те объекты, которые не встречаешь нигде в Арктике. Это в первую очередь сакральные объекты ненецкого народа. Он очень хорошо впишется в общие программы круизного туризма». Сакральные объекты вызывают особую обеспокоенность у представителей коренного населения. «Нас очень сильно волнует наше святилище. И не потому, что мы хотим их защитить от людей. Мы хотим людей защитить от них. Потому что если вы себя неправильно повели на территории острова и попали в лапы какого-то хищника, то при неправильном посещении и неправильном поведении на определенных местах можно получить удар немножко позже. И очень сильный удар. И по здоровью, и т.д., и т.п. И этих примеров очень много». Семинар прошел с участием представителей прокуратуры, заповедника Ненецкий, туристического агентства и представителей КМНС. Все желающие могли высказать свои замечания и предложения относительно развития туризма на Вайгаче. По словам президента Ассоциации ненецкого народа ИСАВЭЙ Юрия Хатанзейского, в этом вопросе очень важно выслушать мнение всех заинтересованных сторон. «Относительно развития, от этого никуда не деться. На сегодняшний день мир развивается, он движется в свою сторону. Самое главное рассмотреть это с участием всех заинтересованных сторон, то, что мы сегодня сделали. Сегодняшнее мероприятие – это результат нашей совместной работы с фондом Дикой природы». В рамках семинара Ассоциация ненецкого народа ИСАВЭЙ и БАРИНС отделения Всемирного фонда Дикой природы подписали соглашение о взаимодействии. По словам Юрия Хатанзейского, у сторон есть понимание, в каком направлении нужно двигаться дальше. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север».